Платоновский фестиваль искусств Но вряд ли найдется человек, который посетил только одно Есть такая фестивальная публика, она сейчас подходит к театру И мы постараемся, попробуем расспросить людей об общем впечатлении от фестиваля Михаил Владимирович Бычков, главный человек фестиваля Он этот фестиваль придумал и уже седьмой год проводит художественный руководитель фестиваля Михаил Владимирович, я знаю, что вы уже наметили встречу с журналистами Очень подробно там расскажете обо всем, как все было Фестиваль был совсем непростым, вам приходилось на самом деле с погодными условиями бороться А сейчас я у вас хочу, ну вот просто эмоциональное впечатление Вот сейчас через полчаса откроется занавес, вы закроете фестиваль и выдохните Вот эмоциональное впечатление ваше, какое состояние? Ну в общем, на душе хорошо, потому что состоялся большой-большой и многолюдный праздник искусства Настоящей вот такой сегодняшней международной разнообразной культуры во всех ее проявлениях Было как никогда много мероприятий, которые посетили люди бесплатных Грандиозная книжная ярмарка, театральный парад, концерты, спектакли под открытым небом Это все вовлекает в орбиту фестиваля, просто все новые и новые какие-то круги, так скажем, нашего городского сообщества Все больше к нам приезжает из других городов, к нам приезжает уже из других стран Это тоже замечательно, то есть настоящий такой, теперь уже, наверное, мы можем сказать, но откровенно, не имеющий аналогов в нашей стране Беспрецедентно разносторонний и масштабный фестиваль Воронежа в седьмой раз с успехом завершен Рядом со мной моя юная коллега Ксения, студентка факультета журналистики Ксения, вот общее впечатление от фестиваля, я понимаю, что все посмотреть невозможно, но какие-то впечатления есть? Ну, я очень пыталась посетить все мероприятия, но, конечно, это не удалось Я была в Белом колодце вчера на Мессе мира, и мне очень понравилось, потому что очень разнообразная программа Затрагивает разные проблемы и вызывает очень разные эмоции, мне очень понравилось Как иллюстрация к моим словам о том, что публика фестивальная, в общем-то, постоянно Я вижу Ларису Бахтель, председателя Воронежской композиторской организации С Ларисой мы говорили как раз после открытия, после мировой премьеры «Родина электричества» Ларис, но вот фестиваль завершается, наверняка что-то удалось посмотреть Вот какое-то общее впечатление, какое от этого фестиваля? Очень радостно, что с каждым годом фестиваль набирает обороты И, безусловно, вот те впечатления, которые мы получаем за эти несколько дней, питают нас целый год И слушатели, не только воронежские, в ожидании как бы следующего-следующего фестиваля Хотя вот эта удовлетворенность, я бы сказала, от того, как прошел фестиваль нынешний, безусловно, присутствует Конечно, и театральные, и музыкальные открытия Сегодня мы сейчас в ожидании фактически заключительного аккорда фестиваля Но вот еще слышится то, что было вчера, и месса «Вооруженный человек», конечно, произвела огромное впечатление Радостно, что это событие состоялось у нас Конечно, огромное спасибо дирекции Платонского фестиваля, что в этом году им пришлось преодолеть Я думаю, что нелегко было очень, да Технические, погодные условия, полеты Все это отсутствие, невозможность приехать некоторым исполнителям Но все это, в общем-то, с честью, с достоинством преодолено И фестиваль состоялся, я бы сказала, в полном каком-то своем масштабе, в новых ракурсах, что очень приятно Завершается фестиваль спектаклем «Ария» Его привезли итальянцы Компания называется «Без гравитации» И люди, которые видели этот спектакль, имеются в виду иностранная пресса, потому что в России это первое представление Впервые в России мы видим, увидим сейчас этот спектакль Так вот, о нем рассказывают какие-то совершенно чудесные вещи Говорят о том, что на самом деле без гравитации, то есть еще «Танцы в воздухе» Вот второе название этого спектакля Говорят о том, что артисты играют на оригинальных, вернее, настоящих инструментах эпохи барокко Что там поют И совершенно невероятные фантастические фокусы, эффекты Выходит в историю уже седьмой Платоновский фестиваль И это такие немного грустные моменты Все-таки две недели мы с вами погрузились в мир искусства Это и впечатления яркие, и эмоции, и смысл жизни Порядка ста различных мероприятий за эти дни прошло в городе Воронеже Более 85 тысяч зрителей, публики приняло участие Это, можно уже сказать, народный фестиваль Приехало к нам различных деятелей культуры и искусства Более 700 человек из 23 стран мира Вы знаете, это не только наша возможность черпать и радоваться каким-то событиям Но и наш город узнают Я уже об этом говорил, что город Воронеж скоро станет узнаваемым не только в нашей стране, но и во всем мире Потому что нам приезжают артисты с разных континентов Я возьму на себя все-таки тоже смелость сказать большое спасибо воронежскому зрителю Все-таки у меня такие две ипостаси Я и зритель, и где-то стою в рядах организатора Вы зрители воронежские Вы эмоциональные, вы душевные Вы добрые, спасибо вам Дорогие друзья, мы не говорим прощать До встречи на 8-м международном Платоновском фестивале Спасибо 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 И очень красивая. Интересно мнение зрителей. Пожалуйста, ваше впечатление. Вы знаете, это ничего не сказать, конечно, не описать, не словами. Люди не придумывали еще таких слов, чтобы описать эти эмоции. Но на самом деле настолько вот эта легкость исполнения, хотя физически явно это очень большой труд. Это невозможно себе в голове уложить, как это вообще возможно, эта гравитация. И просто поразительно, что языковой барьер не чувствуется. Настолько воспринимаешь и актерскую игру, и этот вот как раз хореографический прием. Потрясающе, нет слов просто. А вы? Очень волшебно и фантасмагорично. Очень яркие эмоции, потому что мы настолько погружены в современную музыку, а здесь нас переносит как будто в другой мир, в другую реальность. Очень яркие эмоции, мне очень понравилось. Я среди зрителей увидела актрису Воронежского академического театра драмы имени Кольцова Наталью Мирандул. Наталья, очень приятно видеть вас на этом закрытии. Мне тоже очень приятно. Мне показалось, что это что-то совершенно чудесное. Понятно, что не хочется разгадывать этот трюк, но очень красиво. Ваши впечатления? Ну да, да, это потрясающий волшебный спектакль, чудесная музыка, атмосфера средневековья. И, конечно, смотришь вроде бы на эту красоту и понимаешь, какой труд огромный вложен вообще в это действие. И вообще, огромное спасибо организаторам фестиваля, не только за этот спектакль, но и за все спектакли, которые мы посмотрели. Очень много я посмотрела спектаклей. Огромное спасибо губернатору нашему и Михаилу Бычкову за чудесное вот это время, которое, ну, знаете, праздник вообще для всего города. Это не только мое мнение, но все кругом говорят об этом. Спасибо за этот чудесный праздник.